За прошедшую неделю в Междуреченске произошло 9 аварий. Обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о мысках. Автомобиль в смятку. Вот такие, блин. Вообще. Все выдало. И вот приехал я за фардом. Сейчас вот его грузить. В шаге от аварии водители, которые стали героями мобильного патруля. Кузбассовцы игнорируют знаки и нарушают правила. Кадры попали в очередной выпуск программы Опер ТВ. В Новокузнецке едва не устроил аварию водитель отечественной машины. На перекрестке проспектов Кирова и Кураку он проехал прямо из полосы, где разрешен только левый поворот. При этом лихач подрезал попутный автомобиль и чудом избежал с ним столкновения. Теперь это видео изучают сотрудники полиции. А это Кемерово. Невзирая на дорожные знаки, автолюбитель за рулем Volkswagen остановился прямо на проезжей части. Машинам, которые следовали за ним, пришлось выжидать удобный момент, чтобы продолжить движение. Благодаря репортерам мобильного патруля в ситуации разбираются инспекторы ГИБДД. Следующие кадры были сделаны на улице Сарыги на областном центре. Водитель Chevrolet с логотипом такси в спешке чуть не наехал на пешехода. Тому пришлось буквально отпрыгнуть на тротуар, чтобы не оказаться под колесами. Такая наглость со стороны автомобилиста не осталась незамеченной. Полицейским предстоит расставить все точки над «и» в этой истории. Кстати, неуважение к пешеходам обернулось финансовыми тратами для водителей Ниссана и Лексуса. За парковку на тротуаре каждому из них назначен штраф в размере 1 тысячи рублей. Кузбасские полицейские продолжают выявлять факты незаконной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции. Накануне в Юрге в ходе проверки информации поступившей от граждан оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 20-летнего горожанина, который на улице торговал никотиновыми смесями прямо из своего автомобиля. В салоне иномарки полицейские обнаружили около 130 банок с никпэками, а это более 2500 разовых доз. Нарушитель быстро нашел себе постоянных клиентов. Нарушителя стражи порядка доставили в отдел полиции. Изъятые у него никотиновые смеси направлены на исследование. По окончанию экспертизы нарушитель понесет заслуженное наказание. Около 6000 литров поддельного алкоголя изъяли полицейские в Новокузнецке. Инспекторы ГИБДД остановили груженный коробками микроавтобус. Оказалось, водитель перевозил спиртное. Вот только документов на водку и коньяк у него не оказалось. Полицейские выяснили, что отоварился автомобилист в гараже. Следственно-оперативная группа обнаружила в боксе партию фальсификата. Бутылки с алкоголем не имели акцизных марок. Полицейские изъяли весь контрафакт. Сейчас образцы спиртного исследуют эксперты-криминалисты. Оперативники устанавливают место изготовления данной партии. С криминальным бизнесом распрощается житель Кемерово. Полицейские выяснили, что задержанный был работником интернет-магазина по продаже наркотиков. Местом для распространения зелья драгдилер выбрал собственный подъезд. Оперативники задержали подозреваемого, когда тот нес гашиш в тайник. Еще одну закладку сотрудникам полиции помогла найти служебная овчарка Запал. Сверток с зельем был спрятан в оконной раме в подъезде многоэтажки. Драгдилер стал фигурантом уголовного дела и на 15 лет может лишиться свободы. А вот двое кемеровских мошенников уже выслушали приговор суда. Они обманули 11 жителей различных регионов России. Как им удавалось проворачивать аферы и чем в итоге для них это обернулось, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Лето прошлого года. Недоброе утро для жильцов этой квартиры – результат оперативной разработки сотрудников управления уголовного розыска Кузбасской полиции. Жилища аферистов, полицейские и бойцы спецназа Росгвардии взяли штурмом. Столь ранних гостей подельники совсем не ждали. На окне и среди личных вещей достаточно доказательств того, что накануне они как раз искали очередных жертв. Одних мобильных телефонов столько, что хватило бы оборудовать витрину салона связи. Вот только связи по этим телефонам велись сугубо криминальные. Злоумышленники размещали на популярном сайте в интернете объявления о продаже лодочных моторов и другого оборудования. А потом ждали, пока не позвонит очередной клиент. Дальше следовали по инструкции. Эта рукописная улика тоже изъята. Представится сотрудниками оптового склада при оплате заказа гарантировать доставку по России. Желание сэкономить таким образом подвело многих. Для правдоподобности своей легенды фигуранты оставляли фиктивные заказы в транспортной компании, где потерпевшие могли удостовериться, что доставка посылки действительно оформлена. Однако после получения от клиентов аванса за товар, мошенники похищали деньги и добавляли покупателей в черный список. Следствием установлено, что по такой схеме они обманули 11 человек из разных регионов России на сумму более 130 тысяч рублей. Накануне одного из трех аферистов суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за участие в единственном эпизоде преступной деятельности. Второй мошенник получил два года условного лишения свободы. Он этапирован в другой регион России, где предстанет перед судом за такие же преступления. Вынесение приговора третьему фигуранту состоится в ближайшее время. А теперь представляем вашему вниманию хронику добрых дел. На минувшей неделе кузбасские полицейские не только раскрывали преступления. В Новокузнецком районе сотрудники ГИБДД взяли на буксир ладу, водитель которой не смог завести машину из-за разрядившегося аккумулятора и не дали мужчине замерзнуть на улице. В Кемерове стражи порядка нашли и вернули горожанке автомобиль Volkswagen Polo, который был похищен прямо из-под окон ее дома. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте опертв.ру и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Берегите себя и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова